Ребята, все для вас, вот серьезно, даже дорогущие поездки в Германию на крупнейшие и неимоверно специализированные выставки для геймеров. А мероприятие Gamescom это действительно, что называется, масштаб. Языком цифр 345 тысяч рядовых посетителей и 877 компаний из 54 стран мира. Gamescom это настоящий хаос, в котором нужно быть быстрым и юрким, как белка, иначе затопчут и глазом не моргнут. Быстрым нужно быть еще и для того, чтобы отхватить свою порцию эксклюзивов, и надеемся, мы справимся. Вы не поверите, но нам удалось пообщаться с самим идейным вдохновителем серии Сайберия и выяснить, что он на самом деле безумно любит Украину, а его сын был у нас буквально в августе месяц. И был вовсе не случайно. Одной из ключевых локаций в грядущей Сайберия 3 станет место, прототипом для которого выступил Чернобыль. Вот такие откровения. А вот этот скромный парень делает попросту первое в мире интерактивное кино под названием Late Shift. Не интерактивную игру, а именно кино, в котором вы принимаете самое непосредственное участие и указываете героям, что же им делать. Что примечательно, спасать персонажей можно как в приложении на iOS, так и во вполне реальных кинотеатрах. Во втором случае выбор делается по процентному соотношению голосов зрителей. Что еще более интересно, вскоре Late Shift продублируют на русский язык и начнут показывать в России, а там, глядишь, и мы подтянемся. А вот и старый, добрый, серьезный Сэм, только в принципиально новом VR-формате. Паучки теперь лезут просто вам на головешку, и это чертовски прекрасно. Вообще, если попытаться обобщить, то главной тенденцией Gamescom 2016 можно смело называть игры как раз виртуальной реальностью. Их стало много, они похорошели, расправили плечи и наконец-то готовы говорить с геймерами на ты, чего не наблюдалось еще хотя бы в прошлом году. Признаться, VR-игр было на выставке так много, что мы даже решили состряпать на эту тему отдельный сюжет. Ищите по ссылочке. Производители техники также внимательно следят за данным ажиотажем и начинают клепать или свои очки, как, к примеру, компания AOC, которая представила на выставке свой вариант виртуальной реальности за 300 долларов, или как компания Gigabyte, просто четко доносят до геймеров, что на их компьютерах виртуальная реальность спокойно запустится. Впрочем, современные игры растут не только в плане графики и технологий, но и в плане геймплея. Каждый год на рынке появляются игрушки с абсолютно новыми механиками. Так, абсолютно случайно мне удалось встретить на геймском своего старого друга, который переехал во Францию и просто сейчас работает над первой в мире игрой об астронавте, жизнь которого всецело зависит от древнего компьютера. Ну, то есть вы реально можете написать пока любую фразу и получить от него адекватный ответ. Только не пишите ни цензурности, а то... А вот что а то узнаете уже в сентябре. Именно тогда на прилавке выйдет Event Zero. Более того, с такими диковинными играми на выставке была оборудована целая зона с так называемыми инди-проектами. Вот, к примеру, в игре Елена, у главной героини куда-то пропал муж, а еще она не может найти выход из собственной квартиры. А вот вам уже игра, в которую вы будете целиком и полностью играть в шкуре волка или в роли неких магических животных. А еще скоро нас ждет душераздирающая история о парне с печально известной поднотки курс. История от прохождения начальных курсов в мореходке и до самого конца. Еще один момент, который бросался в глаза, засилье коллабораций. От игр больше не воротят нос крупнейшие мировые бренды. Все наоборот, они выстраиваются в очередь со сотрудничеством с самым крутым разработчиком. И если так призадуматься, то мы живем в абсолютно прекрасное время. Мы пережили переход от кассетных плееров с CD-диском, стали очевидцами появления интернета, а теперь живем в мире, где каждый в той или иной мере потихоньку становится дымером. Мы живем в мире поистине удивительных технических открытий, от которых грех оставаться острым. Выставки вроде Gamescom попросту разрешают прикоснуться к ним первыми. Ну вот, прикоснулись и, надеемся, удачно поделились информацией и с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!